Ребят, всем привет! Потихонечку народ начинает прибывать на наш вебинар. Рады приветствовать нашим первым в этом году Астаунтолкский вебинаре в Украине. Мы сейчас буквально одну-две минутки ждем, пока подключатся все участники и не начинаем. Но пока мы будем ждать, пожалуйста, напишите в чатике, из какого вы города, и поставьте плюс либо минус, если вы были на наших вебинарах, либо не были. Но пока мы ждем буквально минутку-две для вновь прибывших. Напишите, пожалуйста, в чатик, были ли вы на вашем вебинаре, плюс-минус, и из какого вы города. Обычно по традиции у нас здесь идет рэп-баттл, но Женя с Александром сегодня отказались от этого части энтертеймента. Ага, вижу Харьков, Винница плюс. Отлично. Для того, чтобы ваши сообщения видели все участники и организаторы, пожалуйста, не забудьте выбрать в дроп-даун листе. Там написано «All attendees and participants» или «Все члены группы и участники». Тогда ваши сообщения будут видеть не только организаторы, но и все участники вебинара. Всем привет. Привет, Марина, Чернигов. Не были «Чернигов минус», хотя «Чернигов» на самом деле это огромный плюс. Окей, я думаю, мы можем начинать. Походу, ребята будут присоединяться. Всем привет. Меня зовут Михаил Сапко. Я инжиниринг-менеджер компании «Стаундкоммерс» и по совместительству модератор сегодняшнего вебинара. Также с нами на коле присутствуют Александр Жмурко и Евгений Поляков. Кей-перформанс лид и кей-лид с компанией «Астаундкоммерс». «Астаундкоммерс» – это глобальная IT-компания, которая представлена на рынке уже более 20 лет и занимается созданием решений цифровой коммерции для таких брендов, как L'Oreal, Under Armour, Crocs, Adidas, Jimmy Choo и другие. К слову, наша команда в Украине – это уже более чем 800 специалистов в разных городах, и мы самое большое агентство по электронной коммерции в Восточной Европе. Пару организационных вопросов перед тем, как мы начнем. Прежде всего, как я уже упомянул, если вы хотите что-то написать в чат, а мы очень приветствуем любую коммуникацию в чате, пожалуйста, проверьте, чтобы у вас было выбор на все члены группы и участники. Если я не ошибаюсь, на английском это будет так. Если по ходу выступления одного из наших спикеров у вас появится какой-либо вопрос, пожалуйста, не стесняйтесь задать его в Q&A секции. Она где-то внизу у вас должна быть. Также в этой секции есть возможность проголосовать. Другие участники смогут проголосовать пальцем вверх либо пальцем вниз. Нравится этот вопрос им или нет. Вопросы, которые набирают самое большое количество лайков, попадают в топ и отличаются нашими спикерами первыми. Вот такие два простых правила организационных. Также, если у нас остается время после ответов на текстовые вопросы, всегда можно будет поднять руку. Я до этого все руки опущу и подключиться с вопросом, который вы можете задать спикеру голосом. По завершению ивента у нас будет небольшой автопати, так что если какие-то вопросы у вас останутся, пожалуйста, не отключайтесь, оставайтесь с нами. Видеозапись ивента мы остановим, поэтому можно будет, не стесняясь, задать их также голосом. На этом, кажется, по организационным вопросам у меня все. И я с огромным удовольствием передаю слово нашему первому спикеру, Александру Жмрукову. Саша, тебе слова. Здравствуйте, Миша. Будем начинать понемножку. Надеюсь, что в основном все уже, кто хотел подключиться, подключились. И я начинаю шаринг своей презентации. Итак, надеюсь, все уже видят мою презентацию. Начнем. Как уже сказали, меня зовут Саша, и я работаю перформанс-кьюа лидом в Астанде. И сегодня я буду рассказывать тему про перформанс-тестирование, а именно перформанс-тестирование в e-commerce. И такие уровни нашего как веб-сайта, так и веб-тестирования в целом нашего перформанс-тестирования – это back-end, front-end и third-party. И поговорим немножко и про восприятие, быстродействие сайта. Так. В двух словах буквально про меня. Я работаю вообще в перформанс-тестировании уже более 8 лет. Начинала я в маленьком стартапе как основной и единственный QA. И после этого переходила в Астанде, где я работала сначала как QA просто инженером, потом QA-лидом. И потом мы с ребятами начинали перформанс-тестирование. И все вылилось в то, что мы, можно сказать, были основателями нашего маленького перформанс-департамента в Астанде. И с тех пор мы уже закончили много перформанс-проектов. Это более 25 проектов. И дальше активно продолжаем. И сегодня я вам как раз расскажу про наш опыт немножко так же. И начнем в двух словах о том, про что мы сегодня будем говорить, что будем затрагивать. То есть в целом мы говорим про e-commerce контекст. Я думаю, что все плюс-минус с ним знакомы. То есть когда мы говорим про e-commerce, в основном мы говорим про сайты, которые основаны на каких-то платформах. То есть это может быть Magento платформа, это может быть Salesforce платформа и много всяких других. То есть в основном они базируются на каких-то уже готовых костяках. Но про какую платформу мы бы не говорили. В основном поведение сайта плюс-минус одинаковое. То есть я думаю, все пользовались какими-то e-commerce сайтами. Это просмотр каких-то продуктов, добавление в корзину, это покупка этих продуктов, это покупка этих продуктов, это возможность просмотреть свою историю заказов. И также помимо этого мы можем просмотреть, мы будем рассматривать сегодня то, что мы смотрим на, что под капотом у этого всего находится. То есть это backend-часть, то есть то, что отвечает за логику, то, что отвечает за работу с базой данных и так дальше. Это front-end-часть, то есть вся отрисовка нашего веб-сайта в браузере, там картиночки и то, что мы видим, красивая часть в браузере. Это интеграция с третьесторонней системой. То есть когда мы говорим про третьестороннюю систему, то мы говорим про какие-то провайдеры, которые предоставляют специфические услуги. Например, связь с payment-провайдерами, например, когда дается нам возможность купить какой-то продукт, используя кредитную карту, PayPal или чего-то такого. И помимо этого у нас есть восприятие, то есть как пользователь воспринимает то, все, что у нас есть на сайте, как он считает вообще субъективно, или это быстро, или это медленно. Мы поговорим про все эти части понемножку. И для начала поговорим про то вообще в принципе, что такое перформанс-тестирование, так как судя по тем анкетам, которые вы заполняли, плюс-минус, тут мало будет перформанс-тестировщиков. То есть поговорим сначала немножко про контекст перформанс-тестирования, что это такое. То есть когда мы говорим про перформанс-тестирование, мы в основном имеем в виду оценку быстродействия сайта, оценку производительности сайта в каком-то контексте. То есть это может быть контекст без нагрузки, то есть когда там низкая нагрузка, утро раннее, никто еще не зашел на сайт. Это может быть контекст высокой нагрузки, когда, например, Black Friday, и все повалили на сайт. И мы также оцениваем быстродействие. И когда мы говорим про быстродействие и про производительность сайта, то что мы имеем в виду? Что мы оцениваем? Оцениваем мы в основном такие характеристики. То есть в первую очередь у нас это скорость. То есть хочешь, не хочешь, мы в основном всегда упираемся в скорость. Это может быть скорость единичного запроса, всей странички, как загружаются какие-то отдельные транзакции. Это может быть скорость, скорость, скорость. Но помимо скорости есть еще у нас стабильность. Она немножко тоже скорость, потому что, например, стабильность нам отображает то, с какой скоростью у нас загружалась страничка. Например, когда мы делаем тысячу запросов на одну и ту же самую страничку, эта страничка загружалась всегда с одной скоростью или были какие-то спайки, или были какие-то скачки. То есть есть у нас стабильность этого респонс тайма, отклика от сервера или нет. То есть, например, у нас наша первая корневая страничка, например, homepage, она, например, 99% времени загружается 100 миллисекунд, а в 1% времени загружается минуту. То есть уже стабильности нет. И мы оцениваем, насколько эта стабильность нам мешает, и можем ли мы ее принять или нет. Также возможность выдержать нагрузку. То есть, как мы уже говорили, есть нагрузка ежедневная, низкая нагрузка, ежедневная, но высокая, например, во время бизнес-времени. То есть, допустим, с 6 до 8 мы знаем, что каждый день у нас больше всего пользователей на сайте, потому что все пришли с работы и хотят себе покликать. Или, например, в обеденное время на работе сидят и покупают себе что-то. И мы знаем, что это для нас бизнес-часы, у нас там повышенная нагрузка. Например, мы знаем, что там N пользователей в это время заходят. А бывает вообще пиковая нагрузка во время Black Friday или каких-то других праздников. Тогда прям гипервисокая нагрузка. И мы должны убедиться, что при этой разной нагрузке наш сайт может выдержать эту нагрузку нормально, не будет деградации response time, то есть response time не будет увеличиваться, не будет никаких ошибок или чего-то неожиданного. И также мы оцениваем error rate, то есть процент ошибок, которые нам возвращает сервер. Например, если мы все так же тысячу раз загрузили нашу home page, или нам в 100% случаях вернулся успешный ответ. Или, например, у нас 10% вернулось ошибок. Ну, типа 10% это дофига. А если это 0,1%, это уже не так и плохо. Можем с этим подумать. Так вот, если мы говорим про скорость, то, как все-таки наша основная характеристика, то скорость чего нас интересует? Потому что на сайте скорость тоже бывает разная. Например, открываем страничку, это National Geographic, и смотрим, там в каждой страничке есть корневой запрос, наш целевой, который несет основной костяк странички. И смотрим, то есть этот целевой запрос, у него было время, когда он начал загружаться, то есть когда мы только начали открывать страничку. И он загрузился в данном случае за 500 миллисекунд. То есть нас это интересует, это наша скорость, которую мы должны замерять. Или на этой же странице у нас есть, помимо нашего целевого запроса, у нас есть еще дополнительных 139 запросов. И каждый из них также имеет свою скорость загрузки, и вместе они там м времени загружаются. То есть или эта скорость нас интересует. Или помимо этого, у нас помимо еще загрузки самих запросов, у нас есть еще время отрисовки. То есть у нас есть время, за которое, то есть браузер какое-то время потратил на то, чтобы загрузить ответ от сервера. И потом после этого он его там рендерит, он его отрисовывает в браузере, там какой-то JavaScript исполняется, и в итоге мы видим конечную красивую страничку. То есть на это тоже есть, скорость этого также можно измерить. То есть или скорость этого нас интересует. Ну, конечно, на самом деле нас интересует скорость всего, и того, и того, и того. И мы как раз, когда мы говорим про уровни нагрузки, про уровни перформанс-тестирования, мы как раз таки и пытаемся оценить вот эти разные части, про которые мы поговорили. Начнем с бэкэнд уровня. То есть когда мы говорим про бэкэнд, мы в основном имеем в виду взаимосвязь нашего клиента, то есть нашего браузера с нашим условным сервером. То есть на самом деле там не сервер, на самом деле там какая-то кучка железяк, много всякого, то есть там разные элементы в нашей архитектуре. Ну, будем называть это сервером. Вот. И когда мы говорим про эту взаимосвязь, то есть клиент делает, пользователь реально делает какой-то клик на сайте, у нас запрос уходит к серверу, сервер его обрабатывает какое-то время, возвращает нам ответ. И вот это как раз таки время нас интересует на бэкэнд уровне. То есть когда наш запрос ушел, вернулся, обработался, вернулся, и вот это время, когда полностью он загрузился обратно, нас это время и интересует. Но на каждой странице, например, как мы видели, там есть куча запросов, большая-большая тонна, нас интересуют не все. Почему не все и какие нас интересуют? В данном случае нас интересуют только те запросы, которые идут к нашему серверу, потому что только на них мы по факту можем влиять. Например, потому что там помимо этого есть еще статические ресурсы, например, какие-то картиночки, какие-то там JavaScript, CSS и так дальше, которые в принципе тоже могут у нас храниться, но они в основном кэшируются в браузере. А если они в браузере еще не закэшированы, то они кэшируются на уровне CDN. И поэтому к нашему серверу они не доходят, и нас они на данном уровне не интересуют. И помимо этого там еще могут быть запросы к каким-то сторонним системам, например, какая-то аналитика, которая по факту также идет не на наш сервер, и по факту нагружаем, не нагружаем, мы все равно на нее повлиять не можем. Про это мы поговорим еще чуть дальше. Поэтому нас интересуют на данном уровне те запросы, которые идут к нашему серверу, к нашей архитектуре, которую мы по факту построили, не построили, но которую мы создали и куда мы деплоили наш код. И в данном случае у нас есть два, можно сказать, глобальных уровня тестирования. Тут это перформанс-тестирование, то есть когда мы замеряем вообще, какой респонс-тайм мы получаем для данного запроса, для данной страницы, то есть для единичного пусть будет запроса. То есть вообще понять, насколько быстро обрабатывает сервер. И нагрузочное тестирование, то есть когда мы уже посылаем запросы в параллели, когда мы эмулируем работу многих пользователей, то есть у нас есть какой-то ожидаемый уровень нагрузки, который мы ожидаем, у нас есть, допустим, цель подготовиться к Black Friday, и мы ожидаем уровень нагрузки на этот Black Friday, и мы эмулируем это количество запросов для того, чтобы понять, или наш сайт выдерживает, не выдерживает, или у нас респонс-тайм поменялся по сравнению с перформанс-тестированием. То есть при нагрузочном тестировании у нас произошла деградация этого респонс-тайма, то есть он увеличился или нет. И также мы анализируем, насколько у нас загружен сервер-сайт, то есть, например, какая у нас утилизация CPU, сколько у нас памяти занято и так дальше и тому подобное. То есть, насколько у нас там даже сеть занята и так дальше и тому подобное. То есть мы анализируем систему в целом. И когда мы говорим про бэкэнд-уровень, мы говорим про разные типы тестов, которые мы тут проводим, то есть это всевозможные, каждый из типов тестов имеет свою какую-то отдельную цель. Например, мы начинаем всегда со смоук-тестов, когда мы просто прогоняем свои скрипты для того, чтобы убедиться, что скрипты рабочие, что они делают то, что мы ожидали, что они не валятся с самого начала. После этого мы делаем, как мы говорили, performance-тест, то есть низкая нагрузка для того, чтобы просто замерить, какой у нас респонс-тайм без утягощающих факторов, то есть без лишней нагрузки, какой респонс-тайм мы получаем с самого начала, в самом позитивном случае. Замеряем для каждого запроса, для каждой транзакции, к которой мы собираемся. То есть, когда мы говорим вообще про транзакции, мы в основном эмулируем поведение пользователя, например, какой-то сценарий. Например, пользователь открыл хомпейдж, открыл страничку продукта, добавил этот продукт в корзину, открыл корзину, после этого перешел на уже покупку этого продукта, купил продукт, перешел, например, на свой профайл и, например, посмотрел на этот заказ, который он только что сделал. То есть, каждый этап мы замеряем его быстродействие. Вот. Performance test. После этого мы делаем capacity test. Он делается для того, чтобы замерить, когда нагрузка постепенно увеличивается. То есть, нагрузка увеличивается от нуля до нашей какой-то целевой, например, там, тысяча одновременных пользователей, пусть будет. Мы постепенно увеличиваем и смотрим, есть ли на этом пути точка насыщения. Точка насыщения – это некая точка, где мы достигаем кода-баттлнека и response time, например, начинает расти. То есть, например, наша страничка home page открывалась за 100 миллисекунд, 100, 100, 100, 100, 100, а потом резко начала открываться за 150, 200, 250, 300 и пошла-поехала. То есть, начала уже копиться какая-то очередь. И вот эта первая точка – это точка, в которой мы достигли какой-то баттлнек там есть. То есть, мы уперлись в какой-то ресурс, которого не хватает. Например, это может быть CPU. То есть, уже не успевает наш процессор обрабатывать запросы и не становится в очередь. И поэтому response time растет. Вот. Следующий тип теста – это нагрузочный тест. Как я уже говорила, это тест, главная цель которого – это проверить, можем ли мы выдержать ту нагрузку, которую мы ожидаем. В данном случае это уже стабильная нагрузка. То есть, например, на протяжении часа мы смотрим, выдерживаем ли мы окей эту нагрузку ожидаемую, нет ли там каких-то спайков, чего-то такого, каких-то увеличений, деградаций и так дальше. Endurance test – то есть, это длительный тест на протяжении 4-8 часов на то, чтобы проверить, или есть у нас какой-то memory leak, или нет у нас какой-то деградации со временем. То есть, иногда бывает, что на протяжении часа все окей, а через 2 часа начинает потихоньку-потихоньку расти response time, потому что что-то накопится, или там не очищается какая-то память, или гарбичка электр не работает, и чего-то такого. И spike test, когда у нас идет резкий прирост нагрузки, и резкое уменьшение нагрузки, смотрим, или вот этот вот burst, взрыв нагрузки, или он нормально выдерживается. Так, поехали дальше. Я видела, кажется, кто-то поднял руку. Давайте, ребят, оставим все вопросы на потом, чтобы мы просто не перерывались, не растягивали презентацию, просто запоминаем эти вопросы, мы потом ко всем вопросам вернемся. Дальше поехали. Уровень short-party интеграции. То есть, в двух словах, что такое вообще short-party интеграция? Если мы говорим про контексты коммерса, то в основном это какая-то интеграция, которая дает нам возможность, есть какая-то компания, которая написала свой специфический модуль с какой-то сложной логикой. Например, вот если мы говорим про payment provider, это имплементированная логика работы с банком, секьюрность, все дела. То есть нам на нашем каждом веб-сайте писать такой модуль взаимодействия с банком и сложной имплементацией нет смысла. Намного проще интегрироваться уже с написанным модулем, уже с готовой системой и отдать эту заботу на их сторону. И когда мы говорим с точки зрения performance-тестирования про short-party, про интеграцию с тридцессторонними компаниями, то в данном случае у нас могут быть два пути развития сценария. То есть первый вариант – это, например, когда у нас непосредственно есть цель протестировать эту тридцесстороннюю систему, эту интеграцию. В каком случае, например, клиент наш, который заказал веб-сайт, он, например, выбирает между двумя интеграциями, например, там кредитки, там Liquipay есть и, допустим, еще какой-то провайдер, пускай. И он выбирает, а какой лучше, какой лучше по производительности, какой лучше выдержит нагрузку. В таком случае мы, например, можем под заказ ему сделать performance-тестирование именно этой тридцессторонней интеграции, именно этой short-party, для того, чтобы оценить ее быстрые действия. Но если мы так делаем, мы должны полностью взаимодействовать с представителями этой short-party, потому что мы как раз тестируем их сторону. То есть они должны нам предоставить environment, который выдержит нашу ожидаемую нагрузку, которая будет нам возвращать нормальные ожидаемые response-таймы. То есть они должны предоставить такой контекст, который будет уже в лайве, который будет использоваться, когда сайт будет в лайве. То есть реальный контекст. Но зачастую у нас нет цели тестировать саму short-party. И зачастую short-party к нам подключена просто как тестовая интеграция на нашем environment. И в данном случае подключены с их стороны тестовые environment, которые не способны в основном выдержать высокие нагрузки. И тогда мы рассматриваем тридистороннюю интеграцию как просто звено нашей цепочки, нашей цепочки сценариев. Например, если мы рассмотрим сценарий покупки, все той же покупки продукта. То есть мы проходим через хомпейдж, какая-то категория, страничка продукта, добавление в корзину, корзина, начало чекаута, а потом у нас интеграция, например, с PayPal. И мы не пройдя эту интеграцию, мы не сможем дойти до конечной странички, странички уже заказа. А нам нужно замерить все страницы и страницу заказа также. И хотя нас по факту не очень интересует быстродействие самого PayPal, потому что, во-первых, как мы уже говорили, скорее всего с их стороны к нам подключены тестовые инвайроменты, которые вряд ли будут давать то быстродействие, которое ожидается от них уже в лайве, во-первых. Во-вторых, не факт, что они могут выдержать нашу нагрузку, про это нужно с ними еще договориться, могут ли они выдержать нашу нагрузку или нет. То нас по факту интересует это просто как путь к нашей конечной order success page, то есть к нашему конечному страничке заказа. То есть в данном случае нас просто интересует, как мы можем пройти туда. И в первую очередь мы пытаемся договориться с этой сертипатии интеграции, с этим провайдером, уточнить у них на самом деле могут ли они, окей ли им наш уровень нагрузки, выдержат ли они его хотя бы. Потому что, например, если мы с ними не будем это согласовывать, если мы не будем их предупреждать, то они могут честь нас за какую-то DOS-атаку и вообще заблочить. Если же они откажут нас, нам, если же они не согласятся выдержать наш уровень нагрузки, например, они не могут, у них тестовый environment слишком слабенький, то в таком случае нам ничего не остается. Мы пишем mock, то есть мы пишем заглушку, которая будет эмулировать работу этого третьесторонней компании и будет возвращать такой же респонс, который бы возвращал нам PayPal. Только для того, чтобы пройти к этой последней страничке. И следующий интересный уровень это frontend. В данном случае, когда мы говорим про frontend, мы имеем в виду то, что мы видим в браузере, мы имеем в виду отображение нашей странички в браузере, то есть от начала до конца. И кажется, что тут все достаточно просто, потому что что? То есть, вот пользователь нажал кнопочку, страничка сначала была белая, потом какие-то элементы начали отображаться, а потом страничка уже полностью загружена. Ну, в принципе, вот можем померить от начала, от какого-то экшена до того момента, когда страничка полностью загружена, пусть прошло 3 секунды. Ну, как бы вот, замерили 3 секунды. Но на самом деле не все так просто, конечно, потому что нас интересует, во-первых, нас интересует не полная загрузка страницы, то есть не когда полностью-полностью все экшены закончились на страничке, нас интересует именно активность, которая называется visually complete, то есть это такая метрика, когда именно то, что видят пользователи в браузере, именно в своем окошечке, то, что именно это закончило загружаться, то есть, возможно, там внизу, под, внизу самой странички еще что-то догружается, например, какие-то картинки продолжают догружаться, но пользователя, так как он это не видит, по факту это его и не смущает, потому что он про это не знает. Или, например, на бэкграунде еще идет какая-то догрузка каких-то запросов, которые по факту не влияют в данный момент на отображение на странице. Поэтому также это пользователя не интересует. Но помимо метрики visually complete нас интересуют и другие метрики. Нас интересует почему? В первую очередь, потому что это совсем две разные картины. Например, если страница загрузилась, например, была белая страница, прошло 30 секунд, и мы увидели вот этот последний этап visually complete. И все это время страница была белая, 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 белая. Или, если бы произошло так, как у нас на слайде, была белая, потому что одно загрузилось, второе, третье, то есть контент загружался постепенно. Вот как раз таки пользователь очень по-разному воспринимает вот эту постепенность загрузки страницы и то, как быстро контент появляется, даже если он пускай не несет никакой целевой нагрузки. Но пользователя это очень субъективно. Больше нравится пользователю, когда он видит процесс загрузки контента, чем если это просто белая страница, потому что пользователя это на самом деле смущает. Белая страница может вообще ничего не происходит. Поэтому есть много разных метрик, которые как раз таки и замеряют вот эти этапы загрузки страницы. У нас тут есть first paint, то есть когда только первый раз что-то нарисовалось на странице, есть first contentful paint, то есть это тогда, когда какой-то контент уже отобразился. Это там какая-то кнопочка, какое-то поле, чего-то существенное. Какой-то контент. И first meaningful paint, это уже что-то, что несет какую-то нагрузку целевую, то есть это что-то, что уже дает пользователю, то есть какие-то уже блоки с текстом, какие-то уже хотя бы там картинки уже отобразились. Вот. И как раз-таки когда идет оценка быстродействия фронтенда, мы оцениваем вот в первую очередь подобные метрики. Ну, помимо тех метрик, которые визуально понятны и по крайней мере логично понятны, помимо этого есть еще много чего, что происходит на бэкграунде. То, что нам не видно и то, что мы по факту не знаем, но что непосредственно влияет на фронтенд перформанс. То есть пока мы видим загружающую страничку, тем временем браузер там активно делает разнообразные действия, он подгружает очень разнообразные запросики, он рендерит эти респонсы, которые к нам вернулись, меняет дом-дерево, исполняет разнообразный джаваскрипт и перестраивает, перестраивает страничку и ее подстраивает, подрисовывает в браузере. И как раз-таки на то, насколько быстро, классно, плавно браузер отрисовывает эту страничку, влияют все подобные факторы. И поэтому, чтобы это на самом деле классно оценить, надо быть имху, надо быть крутым фронтенд, инженер, девелопером, прям таким крутым и матером, чтобы в этом всем разбираться, чтобы можно было это все вручную измерять. К сожалению, у нас уровень не такой крутой, поэтому мы используем тузы. Мы используем такие инструменты, как Lighthouse и WebPageTest для разных целей. Lighthouse мы замеряем статические странички, то есть такие странички, которые могут быть открыты просто по прямой ссылке, например, та же HomePage, та же страничка какого-то продукта, страничка какого-то категории, страничка какого-то поиска. WebPageTest мы используем для того, чтобы пройти какой-то сценарий и дойти до какой-то странички, которая не может быть напрямую открытой. Например, это та же корзина, то есть, например, или там экшн добавления в корзину или какой-то check-out. И данные как раз таки инструменты дают нам возможность, во-первых, оценить, дать какую-то итоговую оценку, насколько фронтенд хорош или нет. Свою оценку они все базируют как раз таки на тех же метриках, на тех же там Visual Complete First Contentful Paint и так дальше. И помимо этого у них есть еще свои разнообразные сложные метрики. И помимо этого они еще дают объяснение своих оценок, то есть почему оценка была низкая или высокая, какие рекомендации, какие проблемы были найдены на страничке. То есть не все очень очевидно, конечно же, результаты их работы также надо анализировать, но по крайней мере они дают классные результаты для работы и не надо настолько очень глубоко углубляться. И помимо этого у нас есть еще Perception, это восприятие пользователя. Это вещь, которая на самом деле очень сильно влияет на то, насколько пользователь счастлив на нашем сайте, насколько он доволен нашим сайтом, но то, что очень сложно, может и невозможно, скажу скорее, наверное, очень сложно, потому что просто я не знаю хороших способов это сделать, измерить восприятие пользователя. Потому что, например, под примером вы видели картиночку, то есть три странички одинаковых по итогу, но которые загружаются по-разному. То есть, например, мы можем загружать страничку, отображая, пока она грузится, мы можем отображать белый экран, мы можем отображать лодер или мы можем отображать скелет страницы. То есть, по факту, это таких три грубых метода подгрузки какого-то контента. Это может быть весь контент страницы или контент какого-то одного блока. Но, чтобы мы не грузили, проводили исследования с большим количеством пользователей для того, чтобы оценить как раз-таки это субъективное восприятие, что загружается итоговая страничка одинаково, было одинаковое количество времени. Но пользователям всегда кажется, что если страница была белая все время, пользователям всегда кажется, что страница итоговая загрузилась грузилась дольше. А вот насчет лодера и скелета тут есть еще больше сложности, потому что в некотором контексте, в некоторых исследованиях, для некоторых сайтах выигрывал лодер, людям казалось, что в данном контексте лодер был более уместный. И в некотором контексте, в других исследованиях наоборот, людям казалось, что вот этот скелет, который загружается, что эта страничка грузится быстрее. И поэтому сложная, но интересная тема для размышления. Тут, конечно, всегда помогает A-B-тест, когда мы одной части пользователей показываем один вариант, второй части пользователей показываем другой вариант. Это вариант измерить это восприятие. Ну и надеюсь, что в будущем будут какие-то еще варианты с этим работать. Или, возможно, вы подскажете. какие у вас есть идеи, или практика, или опыт работать с восприятием пользователей перформанса сайта. Мы поговорили про основную структуру, про то, из чего состоит перформанс сайта. Но, помимо этого, так как мы говорим все-таки про e-commerce, то в двух словах поговорим про специфику, про то, какая есть специфика, какие есть нюансы и аспекты перформансирования именно e-commerce. Что отличает e-commerce сайты от других сайтов? В первую очередь, как мы уже упоминали, это holiday season, то есть это праздники, которые в e-commerce встречаются очень часто, условно, часто. Всем известны Black Friday и Cyber Monday, которые осенью у нас проходят, когда клиент, в основном, который заказывает сайт, они готовятся к этим событиям, в эти дни идет очень большой прирост пользователей, потому что в основном есть скидки на сайтах и количество пользователей зашкаливает и к такому это готовится заранее. Клиент к такому готовится в основном за полгода и заранее анализируют бизнес-аналитики, анализируют какое количество пользователей они ожидают в этом году. Мы анализируем помимо этого еще сценарии, которые могут проходить эти пользователи, то есть разные пути сценариев и эмалируем ту нагрузку, которая ожидается в эти дни. Как пример из того, что у нас было, один из наших клиентов, это была крупная косметическая компания, они делали большую распродажу на Ботокс Нашнелл. В Штатах есть такой Нашнелл Ботокс Дэй, и это была одна из самых больших высоких нагрузок, которые мы эмулировали. Это было больше 80 тысяч одновременных пользователей, которые в данную секунду находятся на сайте. Это было около 8 миллионов транзакций в час и больше 100 тысяч заказов за час. То есть достаточно высокие нагрузки, и более того, это были уже нагрузки, которые клиент ограничил, потому что для того, чтобы ограничить как-то поток пользователей даже была добавленная интеграция со специальной комнатой ожидания. То есть до того, как зайти на сайт, все пользователи попадали в комнату ожиданий, которая ограничивала возможность вот этого огромного потока пользователей на сайт. Вот. в итоге мы провели тестирование, у них все классно прошло, они заработали много денег. Вот. Еще из особенностей это большой, типа часто бывает специфика, что на сайте есть большой каталог продуктов. Что мы имеем в виду? Например, есть e-commerce магазин и на нем есть продукты. То есть если это какой-то маленький, на нем тысяча продуктов, если он побольше, на нем десятки тысяч продуктов, если он совсем большой, это сотни, сотни, сотни тысяч продуктов. И у каждого этого продукта есть своя страничка продукта, на которой есть картинки, информация, всякое такое, отзывы и всякое подобное. Вот. И так как это одна из основных страниц e-commerce магазина, то данные страницы должны грузиться очень быстро. То есть в основном там стандарт, что запросы сервера это должно быть 500 миллисекунд, меньше секунды. И для того, чтобы это реализовать, эти все странички этих продуктов, они хранятся в кэше. То есть что такое кэш, если кто не знаком, то есть кэш это особенная ячейка в памяти, можно сказать, которая хранит уже готовую построенную страницу. То есть первый раз, когда пользователь заходит на сайт, запрос идет запрос к нашему кэшу и идет проверка, есть ли эта страница сохранена в кэше. Если ее там нету, то дальше она строится заново. То есть идет запрос в вазу, идет постройка страницы, все взаимосвязи, элементы, какие-то блоки, которые есть на странице, они строятся все с нуля. Это занимает намного больше времени, чем если бы страница была вытянута с кэша. То есть второй пользователь, который уже заходит на эту же страницу, у него уже не будет всех этих активностей по построению страницы, запроса в базу данных и так дальше. Страница вернется уже готовенько из кэша. То есть в данном случае время на ответ для такой страницы будет в разы быстрее. И при этом еще и сервер не будет загружен, потому что все тяжелые операции будут не нужны. И например у нас был клиент, у которого было более 100 тысяч продуктов, достаточно большой каталог, и мы начинали его тестировать, нагрузки тестирования, все дела, и мы поняли, что мы каждое утро приходим, начинаем тестирование, и утро начинается с того, что мы получаем долгие респонс таймы для всех продуктов страниц, то есть сервер отвечает долго. Но потом понимаем, что прогревается кэш, то есть когда первый раз уже произошел заход на эти странички, уже на второй заход уже быстрее, уже нормальный и быстрый респонс тайм. И мы поняли, что почему-то каждую ночь, каждое утро очищается кэш, то есть кэш, когда чистится, утром тратится время на то, чтобы этот кэш прогреть, это называется прогрев кэша, когда первый заход идет сохранение кэш. Оказалось, что для этого клиента была такая процедура, что у него каждую ночь происходило обновление этого каталога. И могла обновиться даже одна страничка, но при этом сбрасывать, чистить надо было кэш для всех 100 тысяч продуктов. И для наших тестов это было, то есть это мы сделали вывод и поняли, что окей, для наших тестов мы-то тестами можем быстро прогреть себе этот кэш, потому что тест генерирует большую нагрузку. А уже когда реальные пользователи заходят на сайт, пользователи в обычный день, когда это не идет Black Friday или что-то такое, в обычный день пользователей не так и много и 100 тысяч продуктов, то есть достаточно много времени происходит для того, чтобы прогреть этот кэш. И это на самом деле была проблема. Получается, что для того, чтобы прогреть, для того, чтобы уже страницы начинали отдаваться с кэша, уходило много времени. И уже получается, пока кэш прогреется, уже новый день пришел, кэш снова почистился, то есть ночь пришла следующего дня, кэш опять почистился, опять новый день, опять прогреваем с нуля. поэтому как маленький фикс это было сделано, что просто вручную, не вручную, а просто был сделан скрипт, который каждое утро прогревал кэш искусственно, такой костыльчик. А потом на будущее себе записали в бэклог, что да, надо сделать так, чтобы не кэш для всех продуктов, а только для того продукта, который поменялся. ну, не знаю, или этот фикс когда-то сделается, возможно, сделался, было бы классно. Вот, и еще одна специфика e-commerce это в том, что, как я уже говорила, в основном мы работаем на платформах, то есть платформы, которые дают костяк для этого e-commerce. То есть, например, как я говорила, Magenta, Salesforce и другие платформы, то есть это платформы, которые дают костяк для работы и уже поверх них идет кастомизация какие-то, уже допиливаются какие-то фичи. Вот, и часто бывает такое, что у этих платформ есть свои особенности работы, например, у некоторых из них есть специфика, что сайт не может хоститься где-то на своих серверах, например, где-то в Амазоне, а сайт может хоститься только уже непосредственно у самих представителей платформы, то есть они предоставляют такой сервис. И у нас нет доступа к сервер-сайду от слова совсем. То есть мы не знаем, какая утилизация CPU, мы не знаем, сколько памяти занято, мы не знаем практически ничего из серверной метрики. Они нам предоставляют только общий график такой, который называется System Load, то есть такой агрегирующий график в процентах, который выводит среднее значение по всем серверам, которые подключены. И по факту мы ничего не знаем. И пока все хорошо, то есть пока наши результаты тестов хорошие, тогда все хорошо, все классно, работаем дальше. Но когда доходит до инвестигии каких-то проблем, то изредка, очень редко, конечно, но бывают веселые ситуации. Например, один из таких случаев, когда у нас проводим капасти тест, в какой-то момент доходим, упираемся в потолок, видим, что у нас в какой-то момент достигаем высоких очень респонстаймов, прям совсем не держим ту нагрузку, которую должны были держать, перепроверили, поняли, да, проблема не на нашей стороне, проблема на стороне платформы, приходим к представителям платформы, то есть мы никак не можем инвестигировать дальше, мы дальше должны общаться с представителем платформы, то есть приходим к ним и говорим, «Ну вот, у нас проблемы, давайте инвестигировать, в чем проблема». Они говорят, «Нет, на графиках у нас все хорошо, мы смотрим графики, ЦПУ не загружен, по памяти все хорошо, это не мы». Мы такие, «Ну нет, ребят, точно, вот мы перепроверили, деградация, все дела, респонс тайм 10 секунд для хомпиджа, это очень много, плохо все, давайте». Они такие, «Не-не-не, у нас все хорошо, это не мы». Они такие, «Ну ладно, назначили созвон общий с нами, с ними, с клиентом, мы им показываем, говорим, что вот, видите, у нас графики, вот у нас все плохо». Они такие, «Не-не, это не мы». Они такие, «Ну ладно, ребят, ну типа, откройте браузер, открыли, зайдите на нашу страничку, зашли». Они такие, «Ну вот, посмотри, сколько она времени загружается». Они такие, «Ну вот, один запрос 10 секунд». Они такие, «Ну да-да, что-то не так». Ну вот, бывают сложности с этим. Очень редко, конечно, но везде бывает веселье. Вот. И, в принципе, у меня все. Последнее, что я хотела сказать, это про то, что не забываем, что когда мы… Не надо путать, когда мы говорим про нагрузочное тестирование, мы не те люди, которые хотим положить сайт. Наша цель – просто проверить, выдерживает ли наш сайт ту нагрузку, которая ожидается. Ну, и мы просто не виноваты, если он прилег немножко. Вот. Но это не наша цель. Вопрос. Круто. Саша, спасибо огромное за такой интересный доклад. Мне лично было очень интересно послушать. У нас есть, как минимум, один вопрос в Q&A-чате. Точнее, два вопроса, которые задала Валерия Рубан. Я прошу прощения, если я где-то ошибся в произношении фамилии либо имени. Вопрос, Александр, по third-party testing. Представители систем, с которыми вы интегрируетесь, гарантируют выдержки ожидаемой нагрузки на лайв-средах, в случае, если вы тестируете на тестовых средах. Ну, в основном, все зависит, всегда все зависит от интеграции. И это в основном прописывается уже в контракте между клиентом. То есть, в основном, клиент прописывает контракт непосредственно на счет-паде интеграции. Это прописано в их условиях. Но, насколько я знаю, что да, они могут это прописывать как условие. Спасибо за ответ. И второй вопрос, который тоже относится к первому. Кто пишет Моки и в каких инструментах, в случае, если тестовые среды с ArtPati не выдерживают ожидаемую нагрузку? Моки пишут девелоперы. То есть, мы этим не занимаемся. Но могут быть всегда исключения. Например, если мы, например, говорим про платформу Salesforce Commerce Cloud, то есть возможность, например, подпилить немножко. Есть возможность менять это в средствах конфигурации и добавлять респонс, который мы ожидаем, как эмулируемый респонс от ThirdPati. То есть, мы там можем немножко поджимать своими средствами. Но, в основном, это делают средства девелопера. Супер. Спасибо за ответ на вопрос. Ребята, у нас буквально, наверное, на один, может быть, два вопроса. Есть возможность задать их голосом. Если вы хотите задать такой вопрос, просто, пожалуйста, поднимите руку. И Ирина, человек, который суппортит и благодаря которому этот ивент состоял со строна, добавит вас в чат. Я, к сожалению, не вижу, есть ли среди участников. Кто-то поднимал руку во время. Да, кстати, во время выступления Александра была поднята рука. Ребята, если вопрос по-прежнему актуальный, пожалуйста, поднимите. И мы вас подключим к диалогу. Давайте три секунды. Раз, два, три. Похоже, вопросов нет. Но, в любом случае, по завершению вебинара, пожалуйста, не разбегайтесь. Возможно, у вас в любом случае будет возможность задать вопрос голосом. Сейчас я попрошу вас в качестве аплодисментов, так как мы работаем в онлайн-формате, поднять руки. Это не будет означать присоединение к чату. Это в качестве аплодисментов Александре, если, конечно же, доклад понравился. Воу, посыпались аплодисменты Александра от меня лично, воспользовавшись случаем. Да, и тут есть на презентации моя почта рабочая. То есть, если у кого-то, например, вспомнится какой-то вопрос, то можно обращаться, не стесняйтесь. Я рада буду пообщаться. Вопросы, предложения, обсудить что-то, поспорить, я всегда знаю. Спасибо большое. Кажется, на этом все. Александра, спасибо огромное за крутой доклад. Я думаю, мы можем двигаться дальше. Позвольте, пожалуйста, представить нашего следующего спикера. Q-елит компания StuntCommerce. Евгений Поляков, Женя, тебе слово. Привет. Сейчас, одну секундочку. Я пошариваю презентацию. Сейчас, секундочку. Так, есть. Отлично. Привет. Меня зовут Женя. Значит, сегодня я хочу поговорить о типичных ошибках и заблуждениях, которые встречаются, когда мы говорим о теме accessibility, это же доступность. Пару слов обо мне. Я в тестировании больше 7 лет. Занимаюсь продвижениями вопросов тестирования доступности в нашей компании. В принципе, пытаюсь писать статьи в публикации на Doe, которые помогают, я надеюсь, помогают другим тестировщикам и другим людям работать с доступностью. О чем будет презентация? Значит, она состоит из двух основных тем. Это заблуждения, они же мифы, которые очень часто встречаются, которые я наблюдаю, появляются у людей, которые только сталкиваются вообще с такой вещью, как доступность. И будет также некоторое количество ошибок, которые встречаются достаточно часто. и ошибки, которые, допустим, хотели сделать как хорошо, а получилось, ну, не поняли до конца и получилось так себе. Вот. Значит, для начала, для того, чтобы мы все были в контексте доступности, я расскажу, что такое доступность. Доступность – это характеристика того, что сайт доступен большому количеству пользователей. То есть мы говорим про недискриминацию, про то, что у нас пользователь, который не видит, пользователь, который медлительный, да, то есть все могут получить доступ к сайту и все могут пользоваться с ним с одинаковым результатом. Пользователи должны, собственно, иметь возможность понимать, взаимодействовать и перемещаться по сайту без каких-либо исключений. В данном контексте тестирование доступности – это, собственно, тестирование того, как пользователи с инвалидностью могут использовать то или иной компонент или систему. Существует мировой принятый стандарт, он называется WCAG, который используется по всему миру как стандарт доступности. У него существует три уровня. Я, в принципе, дальше о них еще немножко больше расскажу. Эти уровни 1A, AA, AAA. Собственно, они прогрессивные. То есть AA включает в себя 1A, AAA включает в себя AA. То есть это, по сути, достаточно большой такой стандарт. Также для вводной, если вы никогда не сталкивались, наверное, вопрос. Как человек, который не видит, как он может пользоваться сайтом? Каким образом он может понять, что на сайте происходит? Для этого существуют определенные инструменты, которые могут помогать в этом. Чаще всего это так называемые скринридеры. Это сторонние инструменты, которые читают то, что происходит на экране. И это является тоже одной большой частью тестирования доступности. Потому что также надо их использовать при тестировании. И достаточно много. Это что касается вводной. Теперь мы переходим к теме презентации. Сначала я поговорю о такой вещи, как заблуждение. Они же мифы, которые существуют касательно доступности. Миф первый. Только небольшое количество людей могут получить пользу от доступности на сайте. Почему же это заблуждение? Ну, если мы посмотрим на количество людей, у которых есть, допустим, инвалидность, то это больше 1 миллиарда по миру. Если мы возьмем Штаты, например, то это 61 миллион взрослых. То есть каждый четвертый, из которых большая часть, по-моему, процентов 70, если мне не сменяет память, это проблемы со зрением. Все остальное это уже дальше разнообразные другие инвалидности. Дальше. Что еще важно? Когда мы говорим о доступности, это не только про людей с инвалидностью. Допустим, вы находитесь в шумном помещении, и вам нужно посмотреть видео, и у видео нет субтитров, вам будет достаточно тяжело понять, о чем говорят на видео. Или, например, вы сломали руку, а на сайте вы не можете быстро делать какие-то действия, а на сайте нужно, например, формат закрывается через минуту. И у вас через минуту пропадают все данные. Не очень хорошо. Я думаю, что большинство из нас в какой-то определенный момент жизни было в той или иной, но имело ту или иную форму временной инвалидности, можно так сказать, или временной невозможности пользоваться каким-то интернетом, или сайтом, или, я не знаю, тоже говорю, шумное помещение. Плюс тоже надо понимать, что взрослые люди также получают пользу от доступности, то есть не взрослые, это пожилые люди, поскольку стандарт говорит о том, что в случаях, когда нужно определенное время на совершение действия, то есть должно иметь возможность это время увеличить, то есть что люди, которые или медлительные, или более пожилые, допустим, им нужно больше времени немножко прочитать, например, или там можно более-более время понять, что от них хотят. То есть для таких ситуаций тоже доступность очень-очень помогает. Это был первый миф. Миф второй. Доступность опциональна. Хорошо. Можем делать, можем не делать. Да, вроде как бы понятно. Теперь вопрос такой. Вот на этой карте вы видите это список стран, где доступность принята как на уровне законодательства в той или иной форме. Возьмем, например, Штаты. У них вот в 19-м и 20-м годах в год было около 11 тысяч исков в суд по доступности. Ну, как бы, если социальная ответственность не помогает, то иски, по-моему, достаточно сильная штука, ради которой стоит это заниматься. Плюс, плюс, плюс. Ну, в любом случае, это социальная ответственность, плюс, если мы говорим с точки зрения бизнес-перспективы, то есть, как я показывал на предыдущем слайде, 25% в Штатах, например, пользователей имеют ту или иную форму инвалидности. То есть мы теряем этих пользователей. То есть если у нас пользователь банально не может заполнить форму, или создать аккаунт, или оплатить заказ, используя одну клавиатуру, то, ну, как бы, мы теряем этих пользователей. Большое количество сайтов, ну, я вот видел, даже были иски на сайт Apple. Я дальше буду показывать примеры. Там есть проблемы. Несмотря на то, что они работают достаточно интенсивно с доступностью, у них на мобильных девайсах в iOS есть встроенный скринридер, который помогает людям, которые не видят, то есть читать то, что происходит на экране. Это, кстати, тоже. То есть есть что у Apple, что у Google, то есть в операционных системах Android и в операционных системах iOS у них и встроенные вещи, которые помогут для доступности. То есть это увеличение текста, это скринридер. И если вы о них не знали, то теперь вы о них знаете. То есть они есть, они существуют там достаточно давно. И я могу сказать, ими реально пользуются. Ими реально пользуются, потому что они помогают пользователям работать с мобильными девайсами. Немножко для офф-топа, то есть как это работает на мобильных девайсах. Это люди на единичном тапе читается, что происходит. На двойном тапе происходит, собственно, самодействие. Действительно, существует на уровне законодательств в большом количестве стран. Действительно, это не опционально, особенно когда это касается Штатов. Если вы работаете со Штатами и об этом не упоминали, то все шансы, что об этом упомянут уже ближе к релизу. Такое тоже бывает. Что вспоминают, а вот есть доступность, а вот как это мы об этом не подумали, а вот надо об этом думать теперь сейчас. Поэтому хорошо об этом вспоминать заранее. Дальше. Следующий миф. Следующий миф и касается автоматических проверок. Существует очень интересное заблуждение, которое говорит о том, что большое количество людей почему-то считает, что автоматические проверки вроде Lighthouse достаточно для того, чтобы сказать, что у нас сайт доступен. Опять же, я ничего против Lighthouse не имею. Это отличный инструмент. Я им сам пользуюсь. Он действительно помогает в тестировании доступности. Его советую использовать в любом случае. Просто единственное, что этого недостаточно. То есть автоматические инструменты нужны в любом случае, потому что есть часть вещей стандарта, которые протестировать руками. Вы потратите очень много усилий и времени на то, что инструмент сделает буквально за считанные секунды. Почему автоматических проверок недостаточно? Приведу пример. Сейчас сначала расскажу контекст, потом покажу пример. Есть такой атрибут у картинок, называется Alt Text. Это альтернативный текст. Это тот текст, который скринридеры читают, когда фокус попадает на картинку. Что делают автоматические инструменты? Они говорят, есть этот альт-текст у картинки или нет у этого альт-текста. В стандарте есть еще прописан такой интересный момент, который говорит, что кроме того, что он должен быть, он еще должен говорить о цели картинки. И вот мы имеем вот такую картинку. Значит, не знаю, насколько тут хорошо видно или не видно. Это код в космосе. Это страничка Википедии, которая так и называется, код, кет. И вот если вы видите Alt Text, который там есть, это название файла. Теперь мы представим, что пользователь, который не видит, идет по странице, попадает на такую картинку, и ему читает. То есть мне было бы непонятно, что тут происходит. А вот автоматический тул вам не скажет ничего. Он скажет, что все хорошо. Потому что они контекстуально не проверяют. И я не знаю, как можно проверить контекстуально, насколько имеет смысл данный текст или нет. Также есть официальный сайт, британский сайт, govuk.com, официальный сайт Британии. И даже там есть раздел по доступности. Там есть пункт по выбору вендора для доступности. Советуем выбирать, рекомендуем тех, кто полагается не только на автоматический инструмент, но также те, кто тестирует руками. И это действительно очень важно. Потому что автоматические инструменты, как вы увидите из данной ситуации, они не покрывают все возможные кейсы. И они не покрывают конкретно определенные вещи. Дальше. Доступные сайты не приносят никаких дополнительных бонусов. Тоже частая ситуация. Что же мы имеем на самом деле? На самом деле, бонусы есть. Они, возможно, не настолько очевидны, но они есть. Бонусы у нас какие? Это SEO, Search Engine Optimization. То есть оно добавляет текст линков, это хейдинги, заголовки, валидный HTML, сайт мап. То есть это все так же влияет на оптимизацию поисковой системы. Также у нас улучшена юзабилити. То есть есть определенные вещи в стандарте, которые просто являются фактически хорошими практиками для девелопмента. То есть четкая структура, разделение сайта аналогические секции, хороший цветовой контраст. Это, в принципе, хорошо для юзабилити для всех пользователей. То есть это не только для какой-то части пользователей, для всех пользователей хорошо. Соответственно, как результат мы имеем больше пользователей на сайте. Плюс с точки зрения сохранения костов денег. То есть это у нас деньги на поддержку, то есть деньги на саппорт, возможно. Деньги на, поскольку у нас технический долг, технического долга у нас будет меньше, по идее. И поэтому денег мы будем тратить меньше на поддержку. Ну и репутация, я думаю, тут очевидно, что если у нас сайт доступный, соответственно, у нас будет больше пользователей, пользователи будут радостные, и на нас не будут подавать в суд, соответственно, которые, в принципе, достаточно сильно бьют по репутации, на самом-то деле. Дальше, следующий пункт. Доступность дорогая и занимает очень много времени. Ну, скажем так, то есть это, возможно, такой холиварный вопрос. Если сайт, я могу сказать так, если сайт изначально сделан очень-очень-очень кастомный, не использованы никакие дефолтные элементы, а все элементы сделаны кастомными, и он сознательно сделан как недоступный, то, возможно, будет достаточно много денег и времени, чтобы его переделать. Но я вам скажу так, сделать сайт изначально доступным и сделать сайт недоступным занимает предупредительно одно и то же количество денег. Что может помочь? То есть что может помочь? Изначально проработаны гайдлайны, кодинг-стандарты, ранее тестирование доступности. Ну, и также, опять же, доступность это не является, как сказать, единичной работой. То есть доступность должна, мы должны работать с доступностью постоянно. То есть ее нужно развивать, нужно проверять, нужно импровиваться постоянно. Вот. Миф следующий. Миф следующий – это доступность менее важна, чем функциональность. Хорошо, да, функциональность важна. Но если функциональность не могут использовать 25% пользователей, о чем можно говорить? То есть можно ли это назвать, что она работает? Вот. То есть когда мы фокусируемся на то, что что-то работало в интернет-экс-форере, когда там, ну, не знаю, там, допустим, 1% пользователей, да, но игнорируем проблемы, которые существуют с доступностью, где пользователей может быть гораздо-гораздо-гораздо больше. И это может действительно задевать и гораздо больше, чем тестирование там на том же интернет-экс-форере. Я не говорю, что не нужно тестировать на интернет-экс-форере, я просто говорю, что это тоже очень важно, очень важно на сегодняшний день. Следующий тоже. Доступные сайты все уродские и некрасивые. Извиняюсь за мой французский. Часто, на самом деле, встречаю, даже слышал несколько раз, что доступность накладывает определенные лимитации. И да, это действительно так. Доступность действительно накладывает определенные лимитации на структуру. Но идея какая? Идея – это разделение структуры от визуальной репрезентации. Я могу сказать из моего опыта, что процентов 70-80 проблем, которые справляются, или даже больше, может, по доступности, они не влияют, внешне они никак не отображаются. Они влияют только на то, что происходит в структуре. Да, есть такие вещи, как контрастность. Это, наверное, из такого, что я единственное могу вспомнить, такого, что может влиять. Но, с другой стороны, тоже. Если на сайте плохая контрастность, можно ли сказать, что этот сайт красивый? Что пользователям это удобно? Потому что я могу сказать, что мне, например, низкая контрастность текста, его невозможно читать, и оно очень сильно бьет по глазам. Вот. Значит, это что касается мифов. Дальше поговорю, расскажу вам о ошибках, которые часто-часто встречаются. Ну, и как бы я вот, в принципе, мне не составило сильно много труда найти примеры их. Ошибка первая, которую я частично рассматривал, когда говорил про мифы, мифы, это про альт-текст. То есть, вы уже, наверное, должны, я уже объяснил, наверное, вы должны понимать, о чем это, о чем речь. Поскольку это достаточно популярная тема, и это, на самом деле, одна из основных причин, за что подают в суд, то есть, я могу сказать, что чаще всего иски это вот именно на отсутствие альт-текста у элементов. То есть, или там на то, что он какой-то вот неправильный. Значит, ошибка первая, связанная с этим альт-текстом, это его отсутствие. То есть, он должен быть у всех картинок, этот атрибут, вне зависимости от того, какой он есть. То есть, есть определенные там правила, если картинка у нас декоративная, то этот альт может быть пустым, не имеет значения, но он должен быть. Он должен быть. То есть, это даже не столько доступность, это, в принципе, стандарт. Это, в принципе, стандарт, что у всех картинок должен быть текст атрибут значит на самом деле вот именно вот этот пункт достаточно тяжело последнее время найти да то есть как бы все я смотрю что сейчас уже стало как-то более продуманнее и практически везде добавляются хотя бы даже пустой до что уже уже неплохо но опять же вот так же некоторые определенные ситуации можно встретить и вот если вы видите там вот эти вот иконочки которые там есть это автоматический инструмент который собственно нашел вот эти вот проблемы на на сайте то есть вот эти проблемы тоже там зайти на сайт запустить инструмент он сразу покажет если где-то альтекст отсутствует проблема вторая с альтекстом это значит пустой текст для картинок которые связаны с ссылками есть одно такое правило что картина которая связана с ссылками у них должен быть альт текст он не может быть пустым как я сказал ранее да пустой альт текст на он зачем нужен для декоративных картинок тогда скринридеры пропускают их и не читают их если же эта картинка которая связана ссылкой да то он ее будет читать и вот если вот вы видите значит то что на экране сейчас вот вот это вот картинка треть последняя вот я прохожу скринридер она его читает empty link link опять же представим если я не вижу да вот что это мне может сказать но ничего при этом предыдущую картинку она читала не у крошет дейзи топ link чего-то там там имидж линк или что-то подобное то есть вот 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 такие вот вещи тут тоже тоже нужно проверять при том опять же автоматический инструмент вам вот на данный момент перерон ничего не скажет он скажет что все хорошо следующее нон-дескриптив альтекст о чем речь вот этот альт текст он должен быть не просто быть присутствовать он должен быть говорить о цели картинки на цели линк или там цели картинки то есть в данном случае в данном случае если вы видите это реальный альт текст который я встянул с сайта для картинок скорее всего он создан с помощью искусственного интеллекта есть я видел определенные инструменты которые говорят что вы только добавьте наш скрипт на сайт мы вам автоматически добавим исходя из картинки искусство интеллекта определить что на картинке и добавит вам соответствующий альт текст ну вот вы видите результат да это конечно все очень забавно да и пока мы смотрим на это с точки зрения нас как типа ха а вот если мы возьмем реальных пользователей да которые это все будут слышать ну скажите наверное было бы не очень понятно что за речь о чем речь когда это dog dog like mammal dog breed dog breed group это это такое было 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 бы странновато если бы понятно было о чем речь вот ошибка номер два это таб индекс что такое таб индекс таб индекс это определенный атрибут который можно проставлять элементам который говорит о том в каком порядке они получают фокус то есть если вы заходите на сайт используете клавиатуру там используя таб на клавиатуре то у вас фокус будут перемещаться между элементами на сайте что делает таб индекс таб индекс помогает в определенных ситуациях у него есть 33 группы значений то есть это минус один в данном случае это формат который заставляет скринридеры пропускать данный элемент то есть данный элемент не будет у вас в фокус ордере таб индекс 0 это случай если у вас вдруг чего-то где-то какой-то элемент пропускается вы можете фактически задать ему чтобы он чтобы его он он шел у вас вот чтобы он фокус его выделялся иногда такое делают и таб индекс 1 или больше это фактическое указание браузеру в каком порядке делать фокус элементов значит в чем проблема проблема в том что где бы вы не нажали на странице и потом если вы нажимаете tab если у вас есть какие-то элементы стаб индекс 1 или больше у вас всегда вот эти вот элементы пойдут первыми и это могу сказать так это очень может мешать пользователям которые используют скринридеры используют только клавиатуру передвигаться по сайту то есть вот это вот это пример с лайтхауса на одном из сайтов который показывает что вот вот есть там индекс больше больше одного вот то есть это ну очень 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 плохая практика и очень не рекомендуется ее использовать опять же когда такое вот вот причина почему разработчики могут такое делать то есть это если какой-то элемент находится по структуре не в том месте где он должен находиться и они хотят сделать так чтобы он задать ему определенный порядок чтобы он именно в таком порядке он там находился визуально это ну как вы можете загадаться не очень хорошая тоже практика то есть лучше переместить его просто структурно туда где он должен быть на то есть это иногда это конечно проблематично сделать но можно какие-то придумать какие-то решения следующий это у нас multiple skip navigation link что такое skip navigation link есть такой пункт стандарта который говорит о том что в случае если у нас один и тот же контент на всех страницах то желательно добавить возможность пользователям какую-то возможность этот контент пропускать автоматически ну если они на то желают зачем это надо ну представьте да что вы заходите на сайт да и там 50 линок навигации и вот вам чтобы с клавиатуры пройти до контента вам нужно пройти каждый раз каждый раз через эти 50 линок вот ну скажи наверное скажем не очень удобно а вот поэтому как это решается чаще всего добавляется невидимая линка которая при попадании на нее фокуса она становится видимой и она читается там skip to content вот вы нажимаете на нее enter и переходите к проскакиваете все все меню навигации значит что бывает делают бывает добавляют много этих линков вот то есть инициатива вроде хорошая то есть добавить больше линков добавить больше пользователей теперь вопрос сколько нужно ли линков скипов чтобы добавить для них добавить линку skip links то есть это же каждую 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 страницу пользователи будут проходить через все эти линки для того чтобы там не знаю там если там на хэдер нужно попасть или куда-то на другую часть страницы вот это не рекомендовано тоже то есть вот достаточно с головой достаточно одной линки skip to content а если у вас есть навигация а ну на большинстве сайтах навигация существует поэтому практически везде она как бы есть если вы не видели на сайтах скорее всего потому что вы не использовали табуляцию после вот с урлы ну на самом деле достаточно много сайтов имеют эту линку просто она визуально не невидима пока вы не попадет не фокус ошибка следующем контраст это тоже достаточно частая проблема и это то на самом деле на что тоже очень часто обращают внимание это контраст элементов вот проблема на самом деле очень часто и встречается очень много где вот тут искать сильно долго тоже не пришлось вот на сайте apple я просто был достаточно определен на некоторое время потому что я писал статью по инструментам и я собственно уже успел изучить их его вдоль и поперек и вот у них там футере есть небольшая проблема насколько то большая проблему большая тоже другой просто но эта проблема и фактически это несоответствие стандарту да то есть что такое контраст сам по себе это соотношение цвета текста или цвета элемента с цветом стороне элементов на бэкграунде есть определенные правила есть конкретно заданное правило что там для мелкого текста этот контракт должен быть не меньше чем четыре с половиной к одному опять же там на глаз определить достаточно тяжело иногда бывает да но инструментов которые могут это сделать и также автоматические инструменты тоже существует достаточно много вот если если тут только момент есть дам которым нужно помнить это то что иногда иногда вам показывается ошибку которой на самом деле нет о чем я говорю автоматические инструменты да они сравнивают вот этот вот цвет который задан для одного элемента для текста например и для родительского элемента если у вас например на фоне текста есть картинка автоматические инструменты не могут определить как у прошу прощения у меня что-то с наушниками не выключились вот значит если у вас картинка стоит на фоне и вас текст например на этой картинке то вам может на проблема показать не показаться что у вас есть проблема хотя на самом деле нет или не показаться что есть проблема когда она есть на самом деле например у вас есть черный текст на черной картинке на этом на серой картинке вот и там например очень низкий контраст но родительский элемент белый и вам инструмент говорит что все хорошо все хорошо вот а потом вы смотрите ну 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 как она все хорошо но не может но быть все хорошо вот для таких случаев да то есть это нужно смотреть вручную есть инструменты которые могут если вы не Вы можете на картинке, если вы не знаете какой-то цвет, есть инструменты, которые могут... Вы нажимаете на инструмент, нажимаете на точку на странице, и оно вам говорит какой-то цвет. Потом вы забиваете это в инструмент. Я вот сейчас вам покажу. Сейчас, секундочку. Вот тут есть, например, инструмент WebAIM. Вот тут вы можете, например, проставить какой-нибудь текст, цвет текста. И оно вам сразу говорит, вы попадаете в стандарт или нет. Что очень-очень удобно. Если вы сделаете тут, я не знаю... О, видите, смотрите, текст очень серый, вообще все плохо. Фейл, фейл. Так. Вот. Ошибка 5. Отсутствующие лейблы на формах. Это чем-то напоминает alt-text, только касается конкретно полей на формах. Тот же сайт Apple, мой любимый. Это форма регистрации Apple ID. Если вы будете использовать скринридер, и вы будете проходить по этой форме, то на стране он будет вам читать страна. А вот когда вы попадете на поле с даты рождения, оно будет читать что-то типа такого. Edit required mm slash dd slash yyyyy. То есть, ну, теоретически догадаться, конечно, можно, да, но как бы лейбла не хватает. То есть оно должно было сказать birthday, там, ваш день, дат рождения. Вот. А дальше уже там, если какие-то есть конфигурации, или какое-то там правило по заполнению, то же самое с паролем. Вот. Оно говорит edit, protect, and required. О том, что это пароль... А, autocomplete blank. То есть о том, что это пароль тоже догадаться достаточно сложно. Вот. Да, у них внезапно еще тоже, если вот вы фокус переместите на вот эту вот кнопочку, которая прямо за днем рождения, у них будет считаться как... что button тоже. То есть у всех элементов должно быть так называемое доступное имя, accessible name. Это важно. Почему? Потому что если это имя не существует или не задано, это создает проблему пользователям. То есть они, когда проходят на элемент, они не знают, не понимают, что этот элемент должен делать и что вообще от них ожидается на этом элементе. Что я могу вам посоветовать еще с точки зрения инструментов? То есть есть автоматические инструменты, которые называются Lighthouse и Wave. То есть это плагины для Chrome. Хотя я не помню, по-моему, у Wave появлялся что-то было в Firefox. Надо посмотреть будет. Плагины для Chrome, которые помогают собирать большое количество ошибок, просто зайдя на сайт. То есть запустить инструмент, посмотреть на него и посмотреть на проблемы на сайте. То есть процентов 30-40 проблем автоматически можно собрать в любом случае. Lighthouse дает report, Wave показывает просто на странице. Chrome Lens – это инструмент, который позволяет, тоже плагин для extension для Chrome, он позволяет эмулировать плохое зрение пользователей, если вы ничего не видите там или если вы не различаете цвета. Что тоже, кстати, есть такой момент, что там есть части стандарта, которые касаются цветов. И есть еще также, по крайней мере, я добавил, потому что я пользуюсь этим в последнее время, это Tally. Tally – это букмарклет, так называемый. Что такое букмарклет? Это скрипт, который вы добавляете просто на свою панель закладок. И при заходе на сайт вы просто нажимаете на эту закладочку, и оно вам этот скрипт волнеет на странице. Очень-очень удобно, вот этот Tally. То есть оно достаточно неплохо работает. И тоже можно увидеть достаточно много проблем. И дальше. И, собственно, все. У меня практически все. То есть я могу сказать так, что accessibility, доступность – это очень, на самом деле, важная вещь на данный момент. Если пару лет назад было, возможно, не настолько люди этим беспокоились, я могу сказать, что сейчас, если не все, то большая часть наших клиентов их интересует доступность. И в той или иной мере с доступностью сталкиваются практически все, кто работает с вебом. И я действительно думаю, что это те скиллы, те умения, о которых нужно знать хотя бы на каком-то минимальном уровне тестировщику, которые работают с вебом. То есть если это раньше, возможно, не было необходимостью, сейчас в этом есть. Да, там большинство вещей можно посмотреть, хотя бы минимально, что есть доступность, что о ней надо помнить, о том, хотя бы какие основные вещи касаются ее. То есть эти вещи очень-очень желательно помнить и знать. И это поможет вам выиграть гораздо больше времени и усилий позже, когда у клиента потом начнут возникать проблемы с этим. Вот у меня, собственно, все. Если есть вопросы, буду готов послушать вас. Женя, спасибо большое за классный доклад. Есть у нас вопрос от активного участника Валерия Рубан. Даже несколько вопросов. Позволь мне зачитать их тебе. Первый. В вашей компании навыком accessibility testing владеет любой тестировщик или есть отдельная группа людей, которые проводят данное тестирование при возникающей необходимости на конкретном проекте? Мы хотим, по крайней мере, чтобы у нас все тестировщики умели тестировать доступность. То есть я не могу сказать, что у нас сейчас прям все-все умеют, но мы к этому стремимся. То есть у нас мы проводим тренинги внутренние, мы как бы на большинстве проектов сейчас точно так же это нужно. Так что наша цель такая, что не выделять это как отдельную группу, а чтобы этим владели большое количество тестировщиков. У нас есть онбординг программа, у нас есть чек-листы, у нас есть, в принципе, достаточно большое количество информации, у нас есть определенное правило, что если человек начинает заниматься доступностью, то для него проводится онбординг, который может занимать в среднем 8-12 часов, в том числе просмотр тренинга, чтение наших чек-листов, которые мы написали, которые помогают нам в нашем контексте. Ну вот, собственно, так. Отвечая на вопрос, не отдельная группа тестировщиков. Спасибо за ответ. Я побуду также доставщиком вопросов от Валерии и продолжу. Второй вопрос. Тестировщики проводят accessibility-тестинг согласно конкретному стандарту или требованию клиента. Стандарт – это важнее, чем требование клиента. То есть клиент должен… Если мы говорим про доступность, то все используют стандарт WCAG. Все используют стандарт. То есть если мы говорим про тот же Штаты, то есть стандарт 508, если вы слышали, наверное, то этот стандарт, он точно так же полностью покрывается WCAG. Поэтому какие бы желания клиента ни были, то есть мы руководствуемся… То есть запрос идет в соответствии с стандартом. То есть да, там могут быть какие-то определенные пожелания. Но если мы говорим про доступность, то наша цель – это соответствие конкретному стандарту WCAG. То есть это мировой признанный стандарт по доступности. То есть мы можем… Скажем так, есть еще момент такой. Есть определенные вещи, которые зависят также от клиента. Есть, например, работа с контентом. Например, если мы доставляем определенную функциональность, а клиенты сами добавляют контент. Соответственно, мы должны им сказать, что в контенте вы должны добавлять вот этот альт-текст, потому что это требование по доступности. То есть, например, добавлять мы его сами, возможно, и не будем, потому что это там… Последствия там, например, мы сделали сайт, например, а дальше поддерживать его они будут самостоятельно. В данном случае, да, то есть мы должны им просто проинформировать о том, что вот есть альт-текст, и вот с точки зрения там доступности его надо заполнять. Или там, например, точно так же добавлять субтитры к видео. То есть это точно так же, это, скорее всего, будет делать клиент самостоятельно. Не знаю, отвечает, не отвечает. Могу что-то еще прояснить, если более интересно. Я думаю, можем двинуться немножко дальше по вопросам. В данном случае необходимости Валерия сможет всегда присоединиться у нас, в принципе, по таймингу все позволяет. Третий вопрос. В случае найденной баги, перерастающей в иск, тут фу-тфу, я тут постучу по дереву, чтобы ничего не произошло такого, по accessibility, конечным пользователям, в случае найденной баги, конечным пользователям по accessibility, которая перерастла в иск, кто несет ответственность? Заказчик услуг вашей компании или непосредственно наша компания? Это на самом деле хороший вопрос. Вопрос в том, что я просто не слышал, чтобы у нас такие ситуации еще были. Но я могу сказать с моей позиции, то есть есть момент такой, процессинг должен быть плюс-минус такой. Во-первых, по поводу исков. Большинство исков, несмотря на то, что это иски, они в первую очередь требуют исправления. Они требуют исправления, а не финансового возмещения. Поэтому в случае иска, первым делом, нужно понять, где проблема. Это проблема в сторону контента или проблема с нашей стороны. То есть нужно посмотреть, где проблема. Опять же, в принципе, никто не может гарантировать, ни единая компания, ни единый вендор не может гарантировать стопроцентного соответствия стандарту. Почему? Потому что всегда будет какая-то вещь, когда какая-нибудь, допустим, я же говорю, добавленная клиентом картинка без альт-текста и уже все. И считаешь, что соответствия стандарту нет. Кто несет ответственность, зависит от договоренности. Могут быть прописаны условия контракта. Я видел, кстати, например, есть определенные тулбары, которые ставятся на сайт. То есть вы добавляете скрипт на сайт и они якобы гарантируют вам стопроцентное 99 и 99 доступность сайта. И они говорят, в случае иска на вас, мы покрываем определенное количество или все покрываем. Мы гарантируем, что иска в суд не будет. Если они будут, то мы им покрываем всю стоимость. В нашем случае я не видел конкретных контрактов, поэтому я не могу прокомментировать, как именно в нашей компании идет работа с точки зрения контрактинга данной ситуации. не могу комментировать. Спасибо за ответ. Я думаю, что это судьбой вопрос, который лежит в плоскости оформления контракта с конечным потребителем, то есть непосредственно с компанией, которым оказываем услуги. Валерий, от меня отдельные респекты, спасибо за активность и такое большое количество вопросов. Вопрос от Марии Медведевой очень много тулов под хром, а как с другими браузерами быть? Есть инструменты по другие браузеры. Я писал статью на доу по инструментам по доступности. Я могу попросить переслать письмо всем участникам. В статье есть ссылка на список инструментов для разных браузеров в том числе и под хром и под файрфокс. Я просто их всем не перечислял. Я просто поскольку большинство работы у нас ведется в хроме, поэтому большинство инструментов мы используем в хроме. Но они точно так же есть. Большинство в вейв по-моему есть. Есть в файрфоксе точно так же. И в трансфорре я не знаю как там работают плагины сейчас. Если мы говорим про скринридеры например, то опять же это даже не браузерные. Если вы слышали про хром вокс, то это не очень хороший вариант. То есть рекомендую использовать сторонние инструменты вроде как NVIDIA называется. Это скринридер внешний бесплатный. Его можно скачать абсолютно без проблем с сайта в том числе и портабл версию. И это на данный момент наиболее популярный инструмент который используют люди без зрения. Почему он? Если пару лет назад у нас был Jaws инструмент но он является платным и ничем сильно не лучше NVIDIA поэтому я смотрел динамика за последние пару лет что количество пользователей на NVIDIA на инструментах увеличилось и это практически наиболее используемый инструмент с точки зрения скринридера. Почему не ChromeVox плагин? Почему не браузерный потому что браузерный у вас работает только в браузере и как показывает практика существуют проблемы которые возникают именно для именно для вот этих вот сторонних сторонних устройств какие устройства используют пользователи те надо использовать на тех надо и тестировать я думаю вы согласитесь со мной спасибо за ответ вопросы скачут немножечко наступное питание Лилии Гринкевич добрый вечер каким инструментом вы меряете контраст по-разному то есть вот один инструмент который я показал в бэм вот чаще всего вот использую его в бэм у них ну это сайт в принципе по доступности у них есть инструмент по измерению контраста вот точно так же в принципе по контрастности показывают от начиная от DevTools хрома до того же лайтхауса до вейва в принципе практически все инструменты и тотали по-моему стали не помню вот контраст показывают практически все практически все инструменты но опять же нужно просматривать вот если вы видите там текст на картинках и вам что-то вот прям бросается в глаза да то возьмите проверьте это всегда будет хуже от этого не будет спасибо за ответ вопрос от анонимный участник как должна быть реализована accessibility когда alt у картинки и текст элемента дублируются в таком случае по крайней мере из рекомендации которые я видел связать так чтобы картинка была в ссылке то есть ссылка в ней внутри картинка по-моему это так надо посмотреть будет я просто только недавно смотрел это не должно быть не должно быть просто двух ссылок в таком случае отпадает необходимость иметь дублирующийся текст и он будет читаться один раз если у вас картинка и ссылка связаны вместе супер спасибо если кто-то захочет уточнить я могу если интересно если интересно можно после вопросов я могу сбросить ссылку где есть описано конкретное решение решение по данной ситуации опять же тот же web aim у них есть гайд про то как работать с альтекстом с примерами то что хорошо что плохо и в каких ситуациях лучше пустым оставлять в каких ситуациях не пустым оставлять и так дальше спасибо добрый вечер вопрос от Арины встречались ли вам проблемы с ховером элементов в публикейшене при использовании javs и какие возможные пути решения спасибо с ховером есть могут быть несколько проблем первое это возможен плохой контраст на ховере с другой стороны на ховере может быть если у нас появляется какой-то тултип то есть пункт стандарта который говорит о том что этот тултип не должен пропадать если курсор наводите на этот тултип он не должен пропадать если цвет на ховере я с этим сталкивался исправляли и меняли контраст если говорить про тултип то в тех ситуациях которые я видел проблем я не видел если есть какая-то конкретная ситуация то в плане что именно не так работало было бы интересно послушать еще одна отличная тема для автопад вопрос от Катерины есть ли у вас проекты на которых есть отдельные роли или команды которые тестируют только доступность x build и есть у нас я к сожалению не знаю совсем всех проектов поскольку у нас проектов достаточно много но я знаю что мы также предоставляем услуги именно аудита доступности занимался ли кто-то именно этим конкретно я боюсь это могут только наши менеджеры сказать у меня нет данной информации но в плане если есть необходимо мы продаем такие услуги как компания это аудит доступности для сайта сколько у нас таких клиентов я к сожалению не знаю ко мне периодически приходят но ко мне чаще приходят именно с точки зрения эстимации как распланировать работу с доступностью и так дальше Женя спасибо за ответ и кажется это был финальный вопрос нашей Q&A секции но это не означает что вопросы нельзя задавать голосом поэтому если у кого-то есть какие-то вопросы либо уточнения к Жениному докладу пожалуйста поднимите руки мы с удовольствием добавим вас в нашу дискуссию ждем буквально несколько секунд кажется вопросов от участников нет Женя спасибо тебе огромное за крутой интересный доклад ребят в качестве аплодисментов по традиции пожалуйста поднимите руки чтобы Женя услышал понравился доклад или нет судя по большому количеству лайков точнее поднятых рук Женя доклад зашел респект было здорово спасибо тебе огромное вам спасибо ну что на этом кажется у нас все то что касается докладов я попрошу Александру тоже включить видео ребята прежде всего от лица компании Астам коммерс хотелось бы сказать вам огромное спасибо что в этот достаточно прохладный не совсем еще весенний вечер среды вы решили провести вместе с нами мы это ценим и для нас очень важна ваша обратная связь поэтому когда вам придут фидбэк формочки очень просим вас их заполнить оставить какие-то рекомендации поставить класс либо что было не класс мы их обязательно учтем и постараемся сделать наши следующие вебинары еще более полезными и интересными также в чатике присутствует Дарина Богдан если у вас какие-то есть вопросы касательно потенциального сотрудничества с компанией или работы в компании Астам коммерс пожалуйста напишите Дарине либо поставьте какую-то отметку в формочке фидбэка мы обязательно с вами свяжемся на этом кажется официальная часть нашего сегодняшнего вебинара подходит к завершению еще раз спасибо всем огромное и до новых встреч но пожалуйста не отключайтесь не разглагайтесь если у вас какие-то остались вопросы сейчас выключится видео и можно абсолютно неформальной обстановке будет их задать нашим спикерам и до новых